Всем привет! Среди недели в премьер-лиге прошел тур. Известны все результаты. В этом выпуске посмотрим также таблицу и расписание. Забито было в туре 32 гола. Ни одной красной шапочки и карточки не было. Итак, начнем вторую часть. Подсказка на первую будет в описании под этим видео. Напомню, как играли команды во вторник. 28 ноября Crystal Palace берет первое очко за последние 7 выездных туров, сыграв ничью с Брайтоном. Это единственный матч, в котором не было голов. Лестер обыграл Тоттенхэм 2-1, который после этого тура опускается на седьмую строчку и отстает от первого места уже на 16 пунктов. Третий тур при ряду Тоттенхэм не может выиграть. Манчестер Юнайтед, выигрывая 0-3 у Отфорда, чуть не разбазарил свое преимущество, пропустив дважды, но сумел выиграть в итоге 2-4. Дважды за Юнайтед отличился Эшли Янг. Он забил впервые с 2016-го. В следующем туре МЮ играть в центральной игре с Арсеналом. А вот Ньюкасл смог отыграться после 0-2 в матче с Вестброновичем. Здесь 2-2. У ВБА безвыигрышная серия составляет уже 12 туров к ряду, а у Ньюкасла 5. 29 ноября прошла вторая часть тура. Арсенал крупно и в сухую обыграл Хадерсфилд. Уже на третьей минуте Ля Казет открыл счет. Дубль в игре сделал Оливье Жеру. Третий к ряду тур выигрывает Арсенал. Команда 4-я в таблице. Как я сообщал в первой части 14-го тура, Арсен Венгер уверен в том, что Алексис Санчес и Месута Зил в зимнее трансферное окно останутся в команде. Кстати, в этой игре оба отличились голами. Бормут уступает Бёрли 1-2. Один из голов записал на свой счет форвард Новой Зеландии Крис Вуд, которого мы помним по Кубку Конфедерации. Бормут уступил впервые за последние 4 тура. Челси минимально 1-0 одолела Суэнси. Гол на счету Антонио Рюдигера, для которого он стал уже вторым за Челси. Первый раз игрок забил в Кубке Эвертону. 5 туров к ряду в различных турнирах никому не уступает Челси. А вот Суэнси терпит 6-ой фиаско за последние свои 7 игр. Эвертон обыграл Вестхэм 4-0. Хитрик оформил угадать и кто? Уэйн Руни. К тому же не забил еще и пенальти. Игрок Вестхэма Лансити последовал его примеру и тоже не забил с точки. За последние 8 туров Эвертон выиграл лишь второй раз. Стало известно, что команду после этой игры принял Сэм Эллардайс, который до этого тренировал недолго в сборную Англии. А после также недолго Кристал Пеллес. Кстати, Вестбронвич Эльбион также назначил нового тренера. Как я говорил, команду принял Аллан Пардью, который также тренировал в последний раз Кристал Пеллес. А потом некоторое время никого не тренировал. Майн Сити выиграл у Саутгемптона 2-1. На 6 компенсированной минуте Стерлин забил свой 9-й гол в чемпионате, который и стал решающим в этой игре. 19 туров к ряду выигрывает уже в различных турнирах Майн Сити. Когда об этом сказали Гвардиоли, он чуть не потерял дар речи. Я думаю, что он об этом и так знал. Он должен вообще знать все про свой клуб. И еще один крупный результат был в игре Стоксити и Ливерпуля, который и выиграл 0-3 на выезде. Что ж это за матч, если в нем не забивает Салах? Форвард отличился тут дважды. Это уже 4-й дубль игрока за команду. Мохаммед отличился уже в 5-м туре к ряду. Вот это я понимаю приобретение. Переходим к расписанию, а потом к таблице. Итак, в 15-м туре играют 2-го декабря Челси и Ньюкасл. Брайтон, Ливерпуль, Вестбронович, Кристал Пеллес, Лестер, Бёрли, Стоксити, Суэнси, Уотфорд, Уттенхэм, Эвертон, Хадерсфилд. Центральная игра Арсенал и Манчестер Юнайтед. 3-го декабря Бормут, Саутгемптон и Манчестер Сити, Вестхэм. В таблице по-прежнему 1-й Манчестер Сити, 40 очков. На 8-м отстает Манчестер Юнайтед, 3-й Челси 29, у Арсенала 28, 5-й Ливерпуль 26, у Бёрли 25. С 5-го на 7-е место перемещается Тоттенхэм, 24 очка. Внизу таблица Вестхэм, 10 очков у Солнце и Кристал Пеллес по 9. Салах имеет 12 голов, он лучше среди Галеодоров, у Кейна на 2 меньше, у Агуэра и Стерлинга по 9. Рекомендую также ролик, что нужно знать перед жеребьевкой чемпионата мира. Смотрите также каждую неделю выпуски про Премьер Лигу. На этом всё, спасибо за просмотр, пока.